Ольга Журавлёва и сегодня со своим особым мнением политик Сергей Удальцов. Здравствуйте, Сергей. Да, добрый вечер. И прежде чем мы обратимся, так сказать, к темам, которые вас непосредственно касаются, я хотела узнать, а вы как представитель левых убеждений и сил, как относитесь к роли религии в государстве? Ну, я в силу воспитания абсолютный атеист, но не воинственный, да, не воинствующий, если правильно выразиться. С уважением огромным отношусь ко всем религиям, ко всем конфессиям. Я считаю, что человек, который пришёл к религии, к вере, да, неважно, что он исповедует, православие, мусульманскую религию или буддизм, неважно, это уже человек, ставший на более высокую ступень развития. То есть он в поиске, он ищет какую-то опору в своей жизни, ищет смысл и приходит вот к той или иной вере. Это уже человек неравнодушный, значит, не тот, которому вообще всё пофигу, как у нас выражается, который живёт только такими животными инстинктами, там, покушать, поспать и прочее удовольствие получить, и ещё денег при этом срубить где-нибудь. Вы-то вроде бы не производите впечатление человека, который живёт только низменными инстинктами? Человек религиозный, не, атеизм, атеизм, это, ну, в моём понимании, это даже ещё более высокая степень развития. Я не хочу тут хвастаться, просто в моём понимании первичен человек, его воля, его сознание, его разум, я на этом стоял, и пока за 41 год своей жизни я вот не получил подтверждения присутствия каких-то высших сил, например, до какого-то, так сказать, божьего проведения в моей судьбе. Я, вот, если я что-то задумал, я это делаю, если я это могу. Если я не могу этого сделать, я понимаю, почему я этого не смог сделать. Если я в августе шёл к вам в эфир, а попал на 31 день под арест административный, тут нет божьего проведения, здесь чётко я понимаю, кто здесь виноват, почему это произошло. Поэтому я, как атеист, тем не менее, с уважением отношусь к людям религиозным, не осуждаю их ни в коей мере, считаю, что это абсолютно право каждого верить. Единственное, я не люблю, не приветствую веру на показ. У нас это сегодня модно, это процветает, то есть такая вера публичная. Огромный крест одеть, обряды эти соблюдать. Вообще, вот к такой официальной церкви я отношусь скептически, скажем так. Ну, тогда Сергей. Вот эти сейчас войны, эти конфликты, особенно сейчас в последних дней, это ещё раз меня убеждает, что официальная церковь, неважно, это какая, Ватикан, или это РПЦ, или ещё что-то, это не от Бога. Это уже мирские вот эти все интриги, мирские разборки, политика в чистом виде, всё это сегодня взаимосвязано. Истинная вера внутри, её не надо выставлять на показ, и, да, там, атеизм, это тоже, ну, нельзя это верой назвать, тоже убеждённость в каких-то принципах. Поэтому вот это я уважаю в людях. А кто на показ, там, нагрешил, потом пошёл, всякая, лбом в землю ударился и покаялся, и якобы всё нормально, и дальше пошёл грешить. Это несерьёзно, это какая-то искусственная вера. У нас, к сожалению, сегодня это модно. От этого надо избавляться. Вот к истинно верующим я отношусь с уважением. А то, что мы сейчас видим вот эти разборки РПЦ, Ватикана, Украина, всё это, конечно... Не Ватикан, а Константинопольского патриархата. Чисто политические разборки. Государство в этом принимает какое-то участие, как вам кажется? Влияет ли на вот эту ситуацию раскола церковного? Или это их частные дела? Я однозначно могу сказать, и ни для кого это не секрет, что сегодня церковь, что у нас, что за рубежом, она не находится в автономном состоянии. Конечно, она под влиянием государства находится, обслуживает его интересы так или иначе. У нас это особенно заметно. Да и на Украине всё это присутствует. У нас корни-то, в принципе, одни и те же. Ничего нового там не изобрели. Поэтому, конечно, светский характер государства у нас во многом уже последние годы, десятилетия, я бы даже так сказал, начинает не соблюдаться церковь. Внедряется всё большее, так сказать, количество институтов абсолютно светских. Там школа, армия, места лишения свободы, совершенно верно. То есть, это делается всё так довольно навязчиво. Даже я отбываю срок наказания. Ну, так испытывал. Ну, мне проще, я, так бы сказать, принципиальный человек, политический. С меня какой спрос? Я, в их понимании, слегка отмороженный человек. Вот, меня на эти обряды не заманишь. А там, ну, не то, что принуждают к этому. Ну, так вот, если ты как бы в стороне от каких-то церковных там обрядов, праздников, вот там батюшка приехал, надо сходить, ты вроде какой-то уже неправильный и вроде даже не исправляешься. Я там что-то задумал у себя в голове, раз ты там не ходишь там и не молишься. То есть, есть это. Такое навязывание присутствует. Это абсолютно неправильно. Поэтому, конечно, то, что мы сейчас наблюдаем, вот этот конфликт церковный, эта политика и государство там не то, что вмешивается, оно, я думаю, давлеет над всем этим процессом. И здесь идёт взаимная очередная провокация. Ну, весь конфликт вокруг Украины, наших с ними взаимоотношений, это череда взаимных провокаций. Никого нельзя здесь выставить в белом свете или в чёрном. Все, все уже измазались в этом, к сожалению, на очень трагическом конфликте, по-другому и не скажешь. Все стороны. Поэтому, где-то западная сторона провоцирует через Украину, пытается здесь как-то Россию насолить, уколоть, какие-то, значит, ограничения ввести, получить повод для новых там санкций. Там разные комбинации. Где-то Россия уже, так сказать, да, где-то на эмоциях, где-то сознательно тоже устраивает определённые провокационные ситуации с тем, чтобы уже, так сказать, своё влияние на Украину восстанавливать потихонечку и там уже Западу насолить. В общем, это, к сожалению, история, в которую нас втянули. И мы, к сожалению, втянулись в неё. А вот опять же, разнонаправленные силы, ну, вот если вспомнить 2013-2014 год, там, ну, довольно сложно это упрощение ситуации, сказать, что виноваты только вот одни люди, да, или одна сторона. Там комплекс, комплекс проблем. Ну, с Крымом-то было, по-моему, очевидно. Комплекс проблем. С одной, я уже неоднократно высказывался, но очень коротко. Комплекс проблем. Россия не уделяла должного внимания, безответственно себя вела по отношению к Украине. Те чиновники, которые, там, дипломаты, которые работали в тот период на Украине, не выполняли в должном объёме свои функции. Те средства, которые выделялись на развитие братских, дружеских отношений с Украиной, через различные, там, общественные организации, молодёжные структуры, культурные проекты, во многом, к сожалению, до назначения не доходили, разворовывались. Поэтому, когда вот это возникла ситуация Майдана, противоположная сторона оказалась в растерянном таком состоянии, пророссийской, скажем так, настроенной. И вместо того, чтобы сразу поставить вопрос ребром, не доводить до вот этого конфликта, да, подняться, свои уже интересы отставить, мирными какими-то массовыми действиями, не смогли этого организовать, слишком доверяли Януковичу, всё, упор делали на коммерческие, денежные вот эти отношения, а ведь не только этим всё измеряется. Это братский народ, а вот братского было мало уже, к сожалению, вспомним все эти газовые войны, это не способствовало укреплению каких-то добрососедских отношений. Это, с одной стороны, это ошибки России. Янукович, понятно, это, ну, хорошего слова про него сказать невозможно, человек, который сидел на двух стульях, играл в эти сомнительные игры, на народ ему было плевать, коррупция процветала, и он сам во многом пожар, зажёг пожар Майдана, потому что сначала он обещал одно движение в сторону Европы, потом переменил свои отношения. Тоже всё там вокруг денег крутилось, кто больше где даст, там. В Европе больше денег дадут, в Соединённых Штатах или в России. И вот эта торговля, вот эти рублёвые коммерческие отношения, опять же, до добра не довели. Ну и, естественно, коллективный Запад, ну, есть такое понятие, не будем лукавить, это всё есть, да, есть геополитические интересы. Тоже соблазн был велик. Украина – это такая территория, рядом с Россией, грубо говоря, просто вот, ну, ближе некуда. И здесь такой... Они хотели на нас напасть? Не напасть, а здесь такой вот, как бы, костёр разжечь, тлеющий, тлеющий огонь, чтобы это вот длилось бесконечно. Это конфликт, который ослаблял бы и Россию, и Украину. Им же, по большому счёту, не нужна сильная Украина, а тем более сильная Россия. Им желательно... Россия этот конфликт ослабил? Ограничивать, конечно, конечно, ослабил. Вот, поэтому все понемногу виноваты. Пострадал больше всего, ну, на мой взгляд, народ Украины, потому что были светлые тоже ожидания, много искреннего порыва в том Майдане. Но итоги оказались, как часто у нас бывает, к сожалению, далеко не те, на которые люди рассчитывали. А сколько уж там народу погибло, к сожалению, за эти годы, это просто катастрофа. Вот, поэтому... Сергей, здесь мы делаем небольшой перерыв. Ослабли всех в этой ситуации, к сожалению. И продолжим разговор. Это Сергей Удальцов, меня зовут Ольга Журавлёва. Никуда не уходите, мы вернёмся прямо сейчас. И снова с вами особое мнение политика Сергея Удальцова. Меня зовут Ольга Журавлёва. Наш телефон для связи. Плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Отправляйте ваши вопросы и реплики. А трансляция, видеотрансляция, помимо канала RTVI, есть также на канале YouTube, канал Эхо Москвы. Там тоже можно писать всякие вопросы и реплики. Я их тоже читаю. А по поводу ещё одной такой важной штуки. Хотела вас спросить. Вступило в силу соглашение о границе между Чечнёй и Ингушетии. Вы знаете, что там идут, в Ингушетии идут протесты и конфликт развивается уже достаточно давно. У вас есть какое-то, я не знаю, не скажу решение, но отношение к этой ситуации? Кто виноват, что делать? Ну, вообще, если вот эту ситуацию проанализировать, у меня немножко возникает такое ощущение дежавюл. Может быть, не на сто процентов. Вот последние месяцы у меня такие параллели складываются действующего политического режима во главе с президентом Путиным и Горбачёвского режима политического поздних советских лет. Хотя, вроде бы, там, похоже, очень мало. Идеология совершенно разная. Но, как тот режим, вот, на своём уже издыхании в последние годы сыпался просто потихонечку. И это было видно во всех проявлениях. Просто сыпался, разрушался там. Ну, при слову-то вертикаль путинской, тогда тоже была своя вертикаль, советская власть. Вот, но при Горбачёве она начала стремительно разрушаться. И почва из-под ног у них уходила. И вот эти процессы, они сопровождались, если вы помните, тогда, вот, поздние советские годы, постоянно. Где-то это случайно происходило. Где-то уже подозревали элементы, там, саботажа сознательного, да. Сопровождалось, во-первых, многочисленными техногенными катастрофами, авариями, там, начиная с Чернобыля. И потом, если вспомнить, очень много ситуаций, там, пароходы тонули, значит, пожары были ужасные, там, поезды. И, кстати, к межнациональным конфликтам, как я понимаю. Сейчас, да, одну секунду, безусловно. Поезд, я помню, там сгорел, где-то в Башкирии поезд, там, сотни людей погибли, это крупнейший был пожар. Вроде бы это может быть и случайно, но, в целом, эта вот усталость системы, ее вот, подход к своему логическому завершению сопровождался вот такими многочисленными катастрофами. И, безусловно, загорались то там, то там, опять же, не беспочвенно, но подогревали с разных сторон. Вот эти межнациональные конфликты. Вот весь конец 80-х, мы помним, по всему периметру Советского Союза, в национальных республиках, все это шло просто, так сказать, буйным цветом расцветало. И Прибалтика, и Кавказ, и Средняя Азия, и прочие, прочие. Я хочу спросить вас по поводу именно этого конфликта. И вот сейчас, да, я перехожу. Да, он ведь не межнациональный, обратите внимание, он административно, как бы, возник, да? Совершенно верно. Ведь это же было административное решение. Совершенно верно. Но природа-то может быть разная в конкретном каждом случае, механизм, запускающий вот этот конфликт. Но все это свидетельствует о чем для меня лично. Что сейчас, особенно за последние месяцы, мы начинаем наблюдать такое вот начало заката. Заката вот этой путинской эпохи, путинской вертикали. С какого момента закат отсчитываете? Может быть, кто-то скажет, что я преувеличиваю, да. Но это мое мнение, мое ощущение. Вот особенно после президентских выборов последних, да, когда есть ощущение, что власти, наверное, лично Путин где-то чересчур расслабились, может быть, слишком уже поверили в свое какое-то безграничное могущество и возможность там манипулировать населением до бесконечности. И то, как они принимали эту пенсионную реформу, на мой взгляд, это большая их ошибка была. И по срокам принятия, и по форме, как они это все пытались донести до людей, абсолютно бездарно. И многие другие сейчас социальные непопулярные решения. Все это привело к тому, что резко выросло недовольство. Они провалили власти выборы впервые за многие годы. Они провалили. Да, они не потеряли, конечно, контроль над ситуацией полностью. Но по сравнению с прошлыми годами, для них провал. Как бы они сейчас не надували щеки и не делали вид, что все ничего, там 60% у них под контролем. На самом деле это для них близко к катастрофе. Из некоторых выборов они до сих пор не могут выбраться для себя как-то прилично. То, что они там в Приморье делают, в Хакасии. Это все безобразие, которое на самом деле людей раздражает очень сильно. Ну, может, люди потом устанут и забудут вообще, что у них были выборы. Нет, ну, я не хочу здесь выступать пророками. И не говорю, что вот к какому-то часу все, вот это конец эпохи, и закончится она в такой-то день, в такой-то час. Но есть тенденции. Есть тенденции, и для меня это очевидно. И вот эти межнациональные конфликты, то, что сейчас происходит по вопросу границы Ингушетии и Чечни, это тоже, я думаю, проявление именно этого фактора. То, что у нас власти никогда не любили разговаривать с народом, обсуждать те или иные проблемы. Особенно на Кавказе. Это тоже, там нет ни выборов, там все, как бы вот эта клановая система, кулуарно договариваются, и с народом обычно не любят советоваться. Народ там, может быть, к этому более склонен. Ну, по традициям, по менталитету, есть вот эти там уважения к старшим, к власти в целом на Кавказе. Это вот носит определенный характер. Здесь две республики пограничные совершенно разные в этом смысле. Но, когда касается дела, вот это всегда острейшая проблема. Есть там суть в этом конфликте, нет. Когда касается территории, территории, ущемления вот этого территориального принципа, это вот всегда зажигается сразу же. Вспомним историю, сколько вот из этих территориальных споров возникал не то, что конфликт, войны начинали. То есть, Ингушетия уже интересная была история. Вот, поэтому здесь, с одной стороны, это проявление в целом вот этой усталости системы, когда уже... То есть, она совершает ошибки? Когда уже бдительность утрачивается, где-то самоуверенность излишняя. Ну, если много раз проходило какое-то волюнтаристское решение, почему бы еще в 101-й раз его не провести? А вот коса на камень находит. Во-вторых, кадровые проблемы. То есть, мы видим сейчас, вот этот губернаторопад, как его называют, ну, это перманентная ситуация. Но настолько кадровый голод ощущается, настолько измельчали эти кадры, сколько бы они не хвастались, что вот это школа лидеров, мы готовим кадры. Молодые технократы. Как показывает практика, может быть, эти молодые технократы и имеют неплохое образование. В каких-то отраслях, может быть, они и имеют определенные навыки и компетенции, но представитель власти это еще в первую, наверное, даже очередь человек, который должен общаться с людьми, выстраивать отношения, выстраивать диалог, уметь это делать, уметь как бы находить общий язык с гражданами. А вот эти молодые технократы, ну, так, я наблюдаю за редким, может быть, исключением, это такие холодные какие-то люди, вот такие холодные, нет в них чего-то человеческого. Они такие вот технократы, холодные, холодные субстанции и в сложный период, когда все хорошо, им, в принципе, они и без этого обходятся, люди как бы терпят, особо не обращают внимания. А когда начинаются проблемы, та же пенсионная реформа, почему во многих регионах такие проблемы у Единой России возникли, и у их ставленников, вот этих молодых, в том числе технократов, потому что они не приучены общаться с людьми. И когда возникла ситуация с пенсионной реформой, где надо было идти разъяснять, почему эта реформа нужна, почему она именно сейчас принимается, какие-то там находить аргументы. А сейчас такая проблема возникала, еще от монетизации льгот. Ну, сейчас особенно это заметно. Они не находили этого общего языка и предпочитали так вот по своей традиции отмалчиваться или в соцсетях что-то писать. Людям нужно живое общение, обсуждение. Вот в Ингушетии то же самое произошло. Не разъяснили людям, не обсудили. Вспыхнул пожар. Настоящий пожар, и это, конечно, очередная грубая ошибка. Выходом, я считаю, ну, в данной ситуации, я всегда сторонник народовластия, надо посоветоваться. И, кстати, протестующие этого и требуют, этот вопрос территориально решить путем волеизъявления. Ну, как тут советовать? Либо этот мест наш, либо их. Волеизъявление народа. Ну, значит, если ситуация тупиковая, значит, надо пока отложить. Я не думаю, что этот территориальный вопрос там настолько принципиально, что из-за него надо разжигать пожар межнационального конфликта. По крайней мере, притормозить и отложить. И еще раз всем сторонам посоветоваться. Ничего мудрее здесь не найдешь. Потому что мы видим, что люди уже не один день, уже не одну неделю там собираются, протестуют, мотивируют. Заканчивается срок официально разрешенного протеста. Заканчивается. Ну, мы же понимаем, да, можно пойти силовым путем. Но, особенно на Кавказе, чем это чревато? Это очень взрывоопасная ситуация. Поэтому, в целом, я считаю, что мы сейчас наблюдаем процесс того, как система, выстраиваемая годами, вот эта путинская вертикаль, она начинает давать сбой. То в одном месте, то в другом. Усталость, вот как усталость металла бывает. Тут система, она устала уже. И это еще раз подтверждает необходимость перемен. Скажите, а когда она без сбоев работала? Когда у нас не было техногенных катастроф, терактов, странных историй? Количество сбоев, количество сбоев, оно разное. И бывает, что это принимает уже системный характер. Вот сейчас я почему на это обращаю внимание? Да, какие-то там ужасные ситуации, да, бывали и в прошлом. Вот, но не было ощущения, вот именно такой вот тотальной усталости всей системы. Какие-то все-таки и кадры были. Ну, на мой взгляд, вот в прошлые годы где-то и поярче. Тех же губернаторов, если вспомнить. Мы не будем сейчас оценивать, со знаком плюс они были или со знаком минус. Со знаком минус тоже бывают яркие личности. Но какие-то личности все-таки были более запоминающиеся. Вот из нынешнего состава губернаторского корпуса среднестатистического гражданина России, если спросить на улице, кого он знает, то он сегодня кроме Собянина, и то там, может, в провинции кто-то и Собянина не знает. Ну да ладно. Кроме Собянина, может быть, еще одного, двух, там, трех губернаторов вряд ли вспомнит. Потому что они меняются, вот, с периодичностью очень регулярной. Не запоминаются, они какие-то все... Сменяемость власти, это прекрасно. Они какие-то все безликие. Если бы они сменялись в результате демократических процедур, это одно. А так, по сути дела, их тасуют. Почему? Потому что они не тянут. Они ли сразу в какие-то скандалы вляпываются коррупционного плана, да, или просто некомпетентно оказываются. И не могут те функции выполнять, которые на них возложены. Сергей, хотел бы вас спросить одну вещь. Это не демократическая сменяемость власти. Это тасование колоды вот этой авторитарной системе. Это показывает, что у них кадровый голод сильнейший. Обратиться к той же оппозиции за помощью, подчеркнуть кадры здесь, в нормальном процессе. Допусти нормальные выборы. А вот это всегда проблема авторитарной любой системы. Рано или поздно кадры заканчиваются, идеи заканчиваются. Можно очень короткий вопрос перед перерывом. И все накрывается медным тазом. Вот чтобы все не накрылось медным тазом, какие, по-вашему, самые действенные методы? Либерализация, простите меня за это слово, больше свобод и больше разговора с гражданами? Или силовой метод? Силовой метод это тупик. Если, ну, конечно, наши власти склонны именно к этому методу в тех или иных формах. Я опасаюсь, что это может только усилиться в ближайшем перспективе. Но это тупик. Это вот можно смело заявить. И если нас кто там слушает, пусть в очередной раз это поймет. Это прописано и есть. Это тупик. Это продлит, может быть, немного их, так сказать, царствование, управление этого режима политического. Но закончится это все катастрофой. Только демократизация, только реальные выборы, диалог с оппозицией. Не надо бояться сменяемости власти, но реально демократической. Не надо бояться конкуренции разных идей. И не надо за власть цепляться, как будто навеки вам дана. Это политик Сергей Удальцов со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы скоро вернемся. И снова с вами Ольга Журавлева и наш сегодняшний гость политик Сергей Удальцов. И вот сегодняшнее решение Госдумы принято в основном чтение законопроекта о штрафах за злоупотребление правом на митинги. К вам это имеет непосредственное отношение. Вы с этим сталкивались, что называется, на своей шкуре. Таким злоупотреблением автор документа, естественно, из Единой России, называют подачу уведомлений без цели проведения акции, отсутствие уведомления об отказе от проведения акции или подачу уведомлений не в срок и так далее. К чему это все должно привести? Объясните мне, пожалуйста, дорогой Сергей. Ну, на фоне предыдущих новшеств законодательства массовых акций, которые принимались все последние годы, это вообще такой детский лепет, ну, мелочь по большому счету. Я не думаю, что это создаст какие-то серьезные проблемы. Хотя, в принципе, это вот эту общую канву закручивания гайки ограничения прав и свобод, особенно свободу собрания, чего власть всегда не любила, а сейчас боится откровенно. Вот даже на фоне последних этих арестов административных, длительных, и я столкнулся, и тот же Навальный, и ряд других людей, когда шли вот эти протесты пенсионные, когда принимался этот закон в втором-третьем чтении, они постарались наиболее неудобных в их понимании людей не просто развести между собой, еще и изолировать от греха подальше, то есть они это очень боятся. Поэтому данный законопроект, который сегодня принят, он, может быть, не самый страшный из того, что уже принимали. Я вам и другой предложу. Потому что все вот эти чудовищные штрафы, ограничения по месту проведения акций, это уже все. И так все последние годы, мы еще год назад проводили пресс-конференцию с правозащитниками, обращались в все различные инстанции, прокуратуру, ну, как всегда, получили какие-то отписки мудреные. На уровне правительства Москвы нас кто-то принял, даже мы там провели дискуссию по поводу невозможности согласовать что-то. Вот в Москве эта проблема, она как была, так она и осталась, никуда не делась. Дают согласование только избранным политическим силам по своему волонтаристскому усмотрению. Вот хотим дадим, хотим не дадим. А если кто-то в их понимании какие-то там радикальные, оппозиционеры или недоговороспособны, их просто игнорируют. Просто в лучшем случае в каком-нибудь гайдпарк отсылают, в лес, да, в худшем вообще ничего не дают. Эти все проблемы остались, поэтому я не могу сказать, что этот законопроект, это что-то такое вот новое, неожиданное. Это абсолютно та же логика, да. Ну, еще создать дополнительные проблемы, ну, чего касается этого законопроекта. Если вы подали уведомления, потом отказались от своих планов провести акцию, но вовремя там не уведомили исполнительную власть, а она готовится, тратит деньги, там полицию тренирует, дубинки протирает, там что они еще делают. Слезоточивая газ, накачивая. Наручники смазывают, да, так сказать, там физическую форму поддерживают. Вот, это ж убытки какие несет государство, то есть вы должны будете заплатить штраф. Ну, я не думаю, что это самое страшное ограничение, но в целом, я думаю, что вот мы в первой части программы этого вопроса касались, куда сейчас власть, в какую сторону будет двигаться, да, на фоне тех проблем, с которыми она сталкивается, и кадровый голод, да, и вообще, так сказать, усталость самой системы, и саботаж. А я вам скажу откровенно, часть и самой системы-то начинает саботировать. Каким образом? Они уже того же Путина, мне кажется, часть, не все, конечно, часть, начинает просто сливать в том или ином формате. В чем это проявляется? С тем, чтобы пораньше, чем в 2024 году, начались какие-то перемены. Потому что многое наше, значительный, скажем так, часть элиты, я не то, что их в этом плане как-то поддерживаю, потому что, скорее всего, ими движут не самые какие-то благородные мотивы. Ну, вот эта ситуация с санкциями, ситуация с ограничением ведения бизнеса, возможности, там, выводить деньги за рубеж, им очень неприятно. Неприятно? Почему вы думаете, что они... Они привыкли жить по-другому. В открытую выступить против всенародно, так сказать, достопочтенного избранного президента, это как бы опасно. Были уже прецеденты, когда люди за это отправлялись надолго в далекие края, холодные, да. А из-под воль, как раньше говорили в известные нам времена, там, вредители и саботажники. То есть, они уже есть кого к вам кажется? Ну, кроме смеха, кроме смеха, кроме смеха. Когда мы наблюдаем очередные какие-то инициативы, с которыми то член правительства выступает, то какие-то, значит, представители законодательной власти, то вот эти бесконечные, за последнее время, вы заметите, целый вал. Как будто они сговорились. Вот один день. Один чиновник какие-то, ну, вопиющие, циничные делает заявления. Вы имеете в виду вот эту вот саратовскую бывшую министерскую? Да, которая там пособия какие-то, как выяснилось, получала. Можно сказать, что это случайно, но как это все выходит в информационное... То есть, они тоже вышли из-под контроля, как кажется. Как это все выходит в информационное пространство, то есть, здесь, мне кажется, кто-то отчасти уже, и как сказать, из такой вот озлобленности начинает уже реально саботировать. Как это информационно подается, тоже ведь какой-то факт можно замолчать, а какой-то его, наоборот, выкидывать в информационное пространство. Мы живем в открытом мире, замолчать уже почти ничего нельзя. Очень многое замолчивается. У меня есть ощущение, опять же, это мое мнение, я им делюсь, что элемент саботажа начинает тоже присутствовать и проявляться. А вот бывшая ГРУ, оно же ГУ, они тоже саботируют? Тот формат пенсионной реформы, который мы наблюдали, вот как он принимался, это вот, на мой взгляд, кто давал эти советы, рекомендации, рекомендации, что нужно именно в этот момент, именно в такой форме, а не того же Путина, на мой взгляд. Может быть, он идейно и не против этой реформы, но как это было сделано, мне кажется, его тоже где-то подставили. Но власть-то у нас всегда любит пятую колонну искать в оппозиции, где-то там в гражданском обществе, у них вредители. Полиэтические педофилы. А среди себя, пусть они вот об этом задумываются, там у себя. Так про спецслужбы, спросите, как вам хотела, как вам кажется, спецслужбы тоже немножко уже к саботажу перешли? Ну, давайте вспомним распад Советского Союза. Я уже проводил сегодня параллель. Ну, это для нас наиболее просто яркий, и для многих еще в памяти свежий пример. Да, ну, только что молодежь уже кому-то там сегодня, там, 18, там, 20 лет уже об этом мало что помнит. Только если из литературы или там по воспоминаниям родственников. А мы-то в основном это все помним хорошо, а что тогда силовая вся элита, там, начиная с КГБ, МВД и прочее, прочее, и та же разведка, что они хранили верность советской власти до конца, да ничего подобного. Ну, эти вроде герои хранили верность, но как-то очень все грубо. Там значительная часть вот так же работала на развал, и в Горбачевские времена они явно уже саботировали. Отсюда и вот часть тех катастроф, которые мы сейчас вспоминали сегодня. Одна эта ситуация с космонавтами, там, с этими ракетами, с... Со сверлом. С отверстиями, которые появились на МКС. Ну, извините, кроме смеха, это еще одно свидетельство вот такого, как бы, разложения системы. Вот, поэтому на этом фоне я хочу плавно перейти, вот там, от митингов, ограничений, все это было и будет. И от репрессивной составляющей вряд ли они смогут уйти. Надо проявить величайшую мудрость сегодня, если она там есть вообще, чтобы перейти к нормальному диалогу. Ну, даже то, что мы видим в той же Хакасии, в том же Приморье, где они не умеют даже проигрывать. Они не умеют. Я еще понимаю, Приморье, ну, для них важный регион. Большие деньги, туда заложены бюджеты, развитие, да, на ближайшие годы. Отдать это оппонентам. Все-таки, ну, представитель КПРФ, сколько бы ни говорили, системная оппозиция, ручная. Системная. Она... Ручная. Нет, ну, любая парламентская партия, это системная оппозиция. Потому что иначе она бы перестала быть парламентской по определению в нашей реальности. Но системная оппозиция тоже неоднородная. Есть, так сказать, более радикальная, часть менее радикальная, системные изменения предлагаются или поверхностные. Поэтому КПРФ для них, наверное, все-таки менее всего приемлема из вот этой вот парламентской оппозиции. И как они выкручивают руки, а в той же Хакасии. Вроде республика, ну, да, там интересы бизнеса определенного сконцентрированы. Республика не такая большая, около 600 тысяч населения. И как они вот, ну, уже явно, ну, вот, ну, все конкуренты разбежались. Да, остался один этот кандидат от коммунистов, молодой парень, кстати, очень достойный, я его знаю. Но не могут они смириться, и вот все тянут, еще две недели отложить. Еще вот такое ощущение они ждут. Может, там, на этого Коновалова, не знаю, что там, кирпич упадет откуда-то. Ну, это, конечно, кощунственное заявление, но создается впечатление, что просто они не понимают, что с этим делать. Поэтому, конечно, будут репрессивные моменты. И вот оппозиции нам, я считаю, уже просто недопустимо и дальше оставаться в нынешнем состоянии, разобранном в разные вот эти отряды оппозиционные. Кто-то лучше что-то делает, кто-то хуже, кто-то больше митингов собирает, кто-то меньше. Нормально. Вот там и коммунисты, мы все вместе, левые силы, летом хорошие митинги собирали. Но все равно нет той критической массы, которая бы сейчас могла позволить не доводить Россию до краха и не смотреть, как эта система осыпется и нас еще под своими обломками завалит. А сейчас уже поставить вопрос ребром и все-таки их вынудить пойти на диалог. Для этого нужна массовость. Для этого нужна координация оппозиции. Нужен общий штаб. Я не устаю это повторять. Наши слушатели пишут, вы понимаете, что пока вы сильно не дистанцируетесь от провластной КПРФ, более-менее нормального количества людей на протестных митингах вам не видать? Может быть, прежде чем объединяться, надо размежеваться? Да, мы знаем такой тезис из истории. Но, мне кажется, размежевание уже было более чем предостаточно за последние годы. Более чем предостаточно. Куда дальше размежевываться, я не знаю. Поэтому я не совсем соглашусь с данной постановкой вопроса. Я считаю, что сегодня жизненно важно и необходимо, если реально это ответственная оппозиционная сила, которая не просто занимается самопиаром и каким-то популизмом. Да радость никакой от самопиара. Хочет результата. Нет, ну, люди разные. Кто-то, может, кайфует. Написали про тебя сто раз в интернете. Ну, и все, ты сидишь, так сказать, и руки потираешь. Люди разные. Я говорю про ответственную оппозицию. Сегодня очевидно, что без взаимодействия разных оппозиционных отрядов мы будем наблюдать вот эту длительную агонию системы. Длительную. Все это будет сопровождаться и жертвами, в прямом и в переносном смысле. Да, и посадками, и репрессиями. А вы не боитесь, что вас коммунисты сдадут? Вот вас. Секунду. Да, и не дай бог действительно там и гибели людей. Это будет длительный и мучительный процесс. Вот зачем таким мазохизмом заниматься, если мы сможем скоординировать усилия? Для этого нужно элементарно. Ну, хотя бы на подобие 2012 года общий штаб. Общий штаб действий. Не надо объединяться там в объятиях, так сказать, любить друг друга, как брата или сестру. Да, не надо. Это уже идеальный вариант. Да, просто рационально понять, что совместные действия сейчас могут дать серьезный результат. А вот эта разрозненная деятельность, которую мы, к сожалению, за... Вот пенсионная реформа. Это такой был, как сказать, ошибочный шаг со стороны власти. Такой сильнейший удар по их имиджу. Но мы, несмотря на то, что да, чего-то достигли, были неплохие митинги. Много было, так сказать, информации в интернете. Власти нервничать начала, пошли на определенные, так сказать, уступки. Без протеста этого вообще бы никаких уступок не было. Но это недостаточно. Все равно эту реформу протащили. И по тем же региональным выборам, да, где-то удачно, но в целом они все равно продолжают нам руки выкручивать. Нет консолидирующих действий. Поэтому сегодня это важно как никогда. Поэтому до конца года я бы предложил попытаться, сейчас не буду все фамилии называть это, а то кого-нибудь забудешь, еще обидится человек. Все мы прекрасно знаем, основные политические силы, их лидеры, все-таки собраться и в конце года постараться провести общую протестную акцию общероссийского масштаба. И по социальным темам, и по политическим. К сожалению, на этом надо заканчивать. Мы услышали ваш призыв. Это политик Сергей Удальцов. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok